Ох, друзья, не знаю, что сейчас с вами будет. Добрый-добрый вечер. Когда мы складывали наш сеульский пазл, мы оказались здесь, на рынке Норянджин. Я показал вам буквально пару кадров и решил, что такое место достойно отдельной прогулки. Поэтому устраивайтесь поудобнее и вперед мы начинаем настоящее погружение в самый большой в Южной Корее рыбный рынок. Рынок Норянджин, друзья. Он занимает гигантскую территорию. Это шестиэтажное здание, друзья. Но тут рынок не все шесть этажей. Оказываетесь, вы, понятно, как только заходите на первом. Но то, что размеры тут потрясают, это, конечно, однозначно. Это не туристическое место. Сюда, собственно, приходят местные. Вот видите, прямо сейчас корейская семья выкупает себе краба. Причем, когда краба большого вы покупаете, то вам еще и продавец в нагрузку дает пару ракушек, каких-нибудь морских ушек. Все это время краб вот там вот корчится. Вы видите, вот так вот прекрасно. И ждет своей участи. Ну да, от первого шока сейчас давайте чуть отойдем. Бросьте взор вот туда, вдаль. Вот сюда. Вот еще разочек, например, вдоль аллеи сюда. Ну, понятно, что нет ни конца, ни края вообще вот этим рядам здесь. И понятно, что с чего-то надо начинать. Поэтому давайте-ка мы, наверное, завернем вот сюда налево. И рассмотрим вблизи, например, чудесные камчатские крабы. Эти так прям хотят вылезти из аквариума. Не готовы они бериться в своей участи. В этом сезоне хороший их улов. Даже цены на крабы немножечко снизились в Корее. Они роскошные, причем, знаете, как интересно их варят. На Камчатке мы с вами вспоминали, да? Их зачерпывают просто в морской воде и варят в ней. А в Корее краб готовят на пару. Вот оно как. Становится он нежный, вкусный, ничего там не вываривается. Ну и, конечно, да, большой, большой, что сказать. А совершенно спокойно визит на этот рынок можно читать таким образователем. Потому что как выглядит краб, мы с вами более-менее знаем. Вот эта парочка прямо на весах устроилась. Посмотрите, какие красавцы. Вот он. Вот прям не просто свежий, понимаете? Он живой. Сейчас упадет. Упадет же ей богу. Нет, удержался. Конечно, девушки тут продавщицы настолько ловко с ними справляются и безжалостно. Их нельзя класть по-другому. Только на спине краб более-менее обездвижен. На весах и можно его хоть как-то взвесить. Класс. Кроме тех самых крабов есть, например, вот такое чудо, посмотрите. Пенисные черви их называют. Действительно, что-то напоминают, правда? Более того, если сжать в руке вот эту штуковину, она еще и брызнет на вас морской водой. Есть вот такие осьминушки. Их едят, вы не поверите, живыми. Маленькие, хорошенькие, нежненькие. Я пробовать не буду, Саша, позволение. Морские ананасы. Да. Это разные гребешочки, разные ракушки. Сторчатые моллюски, они вообще так на вкус все разные, но в целом принцип один. А вот это вот те самые морские ушки. Очень полезная штука для мужчин, как говорят. Тоже не пробовал. Ну, ладно, посмотрим. Вот как бесстрашно, девушка, видите, продавец, забралась на аквариум. И что-то там как-то их шерудит. Где вы еще такие кадры найдете? Но ни один музей корейский вам не даст представления о жизни страны ярче, чем рынок. Тем более рынок морской, морских именно гадов. Вы же понимаете, Корея, полуостров Корея обмывается сразу тремя морями. Желтым, восточно-китайским и каким-то еще. И поэтому все вот это вот великолепие. Вот эти трубочки, смотрите, они вертикально стоят в песочек, взрываясь. И вот так вот из них чего-то там... Опа! Вот это было сильно. Это уже, ну так, если хотите, конец или начало первого этажа. Видите, тут целые наборы вот такие вот сашими из свежей рыбы делают. Чего, говорит, я, на одну уху буду целиком тунца, что ли, резать? Поэтому вот сколько надо, мастер отрезал, а остальное вот тут лежит, дожидает своей участи. Три моря, которые омывают Корейский полуостров, дают вот это разнообразие. Тут вообще есть все, и самое потрясающее, что все в живом виде. А посмотрите, рыб-то сколько всяких разных. Видел пару раз, как их достают крюком сразу, хоп, под жабры. И начинают разделывать, когда рыбы еще три пещут буквально. Камбала очень хорошая сейчас. Вот они, камбалушки, они все живые. Ну и, понятно, в жареном виде хорошо. Хотя тут, конечно, большинство всего того, что я вам сейчас показываю, едят корейцы в сыром виде. Абсолютно не... Ну, как не переживаю по этому поводу. Лобстеры, опять те же самые ананасы, те же самые вот эти червячочки, рыбка. И мастер делает сашины. Вот так. Видите, какие наборы, да? И по 80, и по 100 тысяч вон могут быть. Понятно, что если вы захотели перекусить, то на рынок как-то ехать, да, может быть так странно. Потому что обычно мы идем в ресторан. Если мы туристы, и мы в другой стране. Но тут, знаете, что удобно? На этом рынке то, что вы купили, вам могут приготовить. Для этого нужно отправиться на второй или пятый этажи. Желательно, понятно, в тот ресторан, который посоветует продавец. То есть, например, того же краба вы прикупили себе, взяли его в руки, пофотографировались. И потом вам говорят, вот там у тетушки Ли на втором этаже его хорошо умеют готовить. И вы с ним туда отправляетесь. И, соответственно, уже через минуточек, наверное, 20-30, он будет вкуснейший, свежайший. И вы точно знаете, что он живой. Ну, был. Когда-то. Вот этого восьминога, например, и готовить не надо. Если вы кореец, вы умеете его съесть. Его надо, правда, хорошо жевать. Потому что с осьминогами тут какая история. Были зафиксированы смертельные случаи тех, кто не до конца разжевывал живого осьминога. И тогда, когда вы его глотаете, он начинает присасываться вам в гортани, и тяжело дышать. Поэтому тщательно пережевывая пищу, вы помогаете не только партии, но и себе. Выжить. Ах, корей. Ах, это да, посмотрите. Ну, какие кадры. Ну, какие кадры. И какие здесь спецы работают вообще. Они так управляются с этой всей плотью. Умело. Так, вот тут явно что-то сейчас будет происходить. Смотрите, корейцы приехали. Выбираю себе рыбку. И вот здесь сейчас продавец прям за хвостком балуху. Видите? Попа. Так, 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 так. На рукавничках такой. Заметьте, в резиновых сапогах все продавцы. Ну-ка, сейчас крючком там что-то подцепит. Не видно же, зараза. Я, конечно, тут понимаю, что я мешаю людям за них. А ну-ка, вот так. Оп-оп-оп. Ну, вот так тут с рыбами обращаются, друзья. И вы понимаете, что вся вот эта вот прелесть здесь не заканчивается. Рынок действительно немаленький. Большой его плюс, что он работает круглосуточно. У каждого продавца, видите, и телефон, если его нет на месте, и точный номер его, ну, скажем так, секции. Вот посмотрите, да, какое вообще великолепие. И когда вы все вот это себе выбрали, вы, да, поднимаетесь на второй этаж, что мы сейчас с вами как раз и сделаем. Ах, не отпускают они меня. Какие тут вот эти каракатицы, кальмарки, креветки. Тут прям уже целые наборы. И вот там вот тянет лапу к лешню. Красавчик. Понятно, что я немножко странно выгляжу с камерой. Тут все приехали по делу. Все все покупают себе, чтобы тут же съесть. А мы с вами все больше рассматриваем. Ну, посмотрите. И посмотрите, как же нельзя это не снимать. Класс. На втором этаже великолепие продолжается. Но здесь еще интересные есть отделы для тех, кто на рынке работают. Здесь острейшие ножи, например, специальные рыбные ножницы, брезиновые сапоги и прочее, прочее. Все вот это можно здесь прикупить. И плюс, конечно, можно прикупить себе опять рыбки. Второй этаж тоже рыбные отделы. Кстати, давайте еще вот сюда чуть нырну. Покажу вам, как выглядят эти ресторанчики. Они достаточно простые. На пятом этаже они подороже. На втором этаже вот здесь попроще. То есть вы приходите прямо со своим крабом и там говорите официанту, что вам из него нужно сделать. И после вам выдают вот такую вот вкусняшку, только что приготовленную. Там тепленько, хорошо, симпатично, уютно. А есть попроще варианты. Можно, не знаю, перекусить просто креветками, жаренными в кляре. Сейчас вам покажу, где они. Выпить бокал пива или вот нарезать себе там каких-нибудь сашими. В сыром виде понятно. Все есть нужно правильными напитками запивая. А вот в таком вот прожаренном, так и вообще, пожалуйста, видите, вот в кляре, например, креветочки давайте приценимся. Ну, что-то время 10 тысяч вон. Ну, отлично. Рынок продолжается вторым этажом. Я надеюсь, что у вас открылось второе дыхание. Ох, друзья, на каком количестве рынков мы с вами были. Я так вообще как-то, не знаю, не то что ими увлекся, но как-то я понял, что это вам тоже интересно. И мы с вами вместе, помните, и недавно были на рынке в Японии. Были в Астрахани на рынном рынке, были в Калининграде. В Ростове на рынке овощном. А в Южной Корее, в Сеуле. Мы с вами глазами познаем рынок морских гадов и гадиков. Ай, какая красота. Глаза-то, конечно, здесь разбегаются, но я бы не сказал, что прямо как-то вот срочно, глядя на все это, хочется есть. Вот, не знаю, у меня этот рынок с вот такими, посмотрите, вращающимися вот этими червями, которые, кстати говоря, едят сырыми, не вызывает большого аппетита. Я не сильно сытый на рынок приехал, но я бы не сказал, что я, видя вот это, прямо как-то сильно проголодался. Разница, конечно, в культурах она тут сказывается, правда. Корицам это все нравится очень. Они приходят сюда, что называется, по делу. Какое-то время походят, погуляют здесь, все повыбирают, а потом, да, отправляются на верхние этажи все это съедать. Вот еще раз крабы. Ах! Всем узнать, пора бы, как вкусны и нежные крабы. Как-то так у классика. Вон там еще покупают, смотреть и торгуются. Опа, нет, этот не подошел. Как они на этих аквариумах стоят? Боже мой. Вот этот, наверное, должен быть получше. Сейчас его будут взвешивать, смотреть. Решили взять парочку, ребята. Вот, хорош. Проверяют еще один. Вот так вот. Даже рыбу взвешивают живой здесь на рынке. Ой, ладно. Как-то так. Друзья, ну как обычно. Понравилось, не понравилось, ничего не знаю. С вас нравишка и подписка на мой канал. Опа. 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 Пока.